Привчу дел, я решил завязать с картошкой Андрей, извини И воспользоваться какими-то более традиционными способами изготовления музыкальных инструментов В этот раз из глины Я не знаю, что это, ни разу не пробовал Написано полимерная глина И ее тоже надо выпекать в духовке Это мы уже опробовали в прошлый раз, так что я думаю На этом этапе у нас проблем не возникнет Если до этого этапа, конечно, дойдет Я подумал, нафига я делаю свистульку из картошки, да? Когда их надо делать из глины И попробуем сделать Не знаю, как с глиной работать И поэтому обратимся опять в сеть интернет Я все же питаю надеждой, что в интернете можно чему-то научиться Но тут по превьюхам Некоторые куски глины похожи на картошку Не знаю, какая глина нужна, у меня вот полимерная Но я думаю, это уже не суть Помню, с глиной имел дело только когда В деревне мелкими Мы раскапывали землю, а там внизу была глина И ее было прикольно из нее что-то лепить С рукотворным чем-то у меня всегда было плохо Не рисовать, там, не лепить Я не умею Умею, вот, знаете, что я умею Вот я могу выпилить такую модную подставку под лампу Очень красиво Но получилось же Значит и тут может получиться Есть шанс, есть шанс, что получится И, кстати, об обучении в интернете Ну, кстати, я однажды научился кое-чему в интернете В гитарной школе Артема Мироненко И сейчас по гитарным курсам есть супер предложение Премиум доступ Семь курсов сразу по офигенной цене Более десяти часов чистого материала Более двухсот видосов Заказываешь один раз, учишься год или более Предложение действует до 16 февраля Переходи по ссылке в описании И занимайся на гитаре Так что давайте посмотрим, что нам расскажут на ютубе Я ввел в поиск запрос Как сделать свистульку из глины Потому что это я и собираюсь сделать Какой бы нам видос выбрать Есть видос на 18 минут Есть видос на 12 минут Есть какой-нибудь видос типа На 30 секунд Или это надо в тикток заходить В первых выдачах есть какой-то видос на 20 тысяч просмотров И он для детей Так что должно быть понятно, объяснено Так что давайте посмотрим Называется свистулька из глины DIY поделки How to make a whistle out of clay for kids Комментарии отключены, потому что это ютуб детям Блин, а если я это включу То значит в моем видео будет детский контент Так, чтобы обезопасить себя Давайте, не знаю Покажем банку пива в кадре Все Детям смотреть это нельзя Тут тем более нашествие написано Так, ну давайте посмотрим Если это звук, который будет в итоге издавать свистулька То я доволен Такой мне примерно и нужен Будем сочинять Drone Metal Или что такое Так, берем шарик Нажимаем на пальчик Понятно Надо сделать Насадку на лайк из глины Чтобы увеличивать свой лайк Кстати Не забываем Так, я не смог смотреть этот видос Там на фоне все время поют Барыня, барыня И я отвлекаюсь Не могу Неравнодушен к этой песне Давайте Дадим шанс другому видео Четыре с половиной минуты Школа Колокол Кола Школокол Как вылепить свистульку Птичку из глины И вид сверху Как в модных инстаграм видосах Всем привет Привет С вами программа Ручная лепка От гончарной школы Колокол И я ее ведущая Прысокова Любовь Она такая веселая Она смеется на приветствии Может мне тоже надо Смеяться иногда Ладно, я понял Не надо, хорошо А точнее глиняная свистулька Давайте начнем Давай Чтобы сделать свистульку Нихера, у тебя там набор Нож Что это? Ты свистульку собралась сделать Или человека препариживать? Зачем это все? Какой-то треугольный нож Какое-то шило с дыркой Какая-то пилка Какая-то еще хрень Ну ладно Дырокол Деревянный стек И шило Я думаю, мы обойдемся своим Такие глиняные изделия Использовались в обрядах То есть это видос На четыре с половиной минуты Еще есть предыстория Значит там Все должно быть Максимальная выжимка Полезной информации Берем небольшой комочек глины И начинаем аккуратно Разминать его пальцем Мы должны придать шару Плоскую Вогнутую форму Как шляпка у гриба Ладно Плоская вогнутая форма Это, конечно, сильно Но, простим им это Ну, сейчас Ладно Везде говорят Надо сделать шарик Сделаем шарик Она твердая Так, ну ладно Она сломалась пополам Ладно, возьмем половину Если так долго делать То в конце концов получится шарик И возможно он даже размягчится Хотите историю? История о моем мастерстве Лепки Из чего-либо В младшей школе Надо было принести пластелин И что-то из него слепить Народ там лепил вообще Какие-то умопомрачительные вещи Чуть ли не города строил, да? Я думал Ладно Слеплю человечка С этим-то я должен справиться Как-то я слепил Ну Мой сосед по парте Видимо видел Что я расстраиваюсь Что у меня ничего не получается Решил меня приободрить И сказал Но он не знал, что я леплю Но он мне сказал Какой красивый у тебя Петушок получился С тех пор я не обманываю себя Надеждами Это детская травма Так Ладно Делаем Что с этой глиной не так? Может ее надо как-то обработать? Она у меня раскалывается Окей, Google Как работать с полимерной глиной? Ладно Никаких супер особенностей Здесь не указано Так что продолжаем Так, шарик есть Теперь делаем плоскую Вогнутую поверхность Продавливаем пальцем большим Так Как шляпка гриба Но у нас в данном случае Шампиньон Или Какая-нибудь поганка Ну да ладно Вот шляпка гриба Похожа? Нам нужно примерить ее На подопытном Так Ты гриб Лева Теперь ты таксист Лева Колыш колокол Давай дальше Какая форма у нас получилась Токшина стенок везде должна быть равномерная Примерно 5 миллиметров Теперь нам нужно аккуратно ее согнуть И соединить шов Я начинаю сгибать ее вокруг пальцев Так, понятно Нам надо сделать сосиску в тесте У меня слишком большие пальцы Ладно, мы задействуем второй кусок глины все-таки Хотя он у нас еще не размятый Но все-таки у нее гораздо больше используется материала Так что я думаю На ней получится точно соответствовать инструкциям При таком подходе Так, пока я разминаю глину Чтобы вам было не скучно Я вам расскажу, что у нас скоро У нашей группы ЖЩ Будут концерты в Москве и в Питере В Питере в пятницу 20 марта Клуб Экшн В Москве на следующий день 21 марта, суббота Клуб Правда Билеты можно купить по ссылке в описании Вступить там во встречи Приходите Будем петь всякие грустные песни Будет весело Если это не звучит противоречиво Но обычно так и происходит Проверьте Я не раз бывал на концертах группы ЖЩ В этот раз обязательно приду Почему я выбрал именно полимерную глину Потому что Она была у меня дома Вот почему Так, у нас снова получилось Экциону побольше Теперь Плоская выпуклая форма Давайте, да Трещины нифига не замазываются Они только крошатся В чем прикол Что надо водой смочить Она использовала влажную губку Губки у меня нет Но есть вода Помогает это или нет Неизвестно Так, но у нас явно Все неравномерно Криво и некрасиво В принципе, как я и планировал Да эти трещины не исчезают, блин Так, ну ладно Грибочек готов Я сделал плоский Но его можно сделать выпуклым В чем был смысл В чем, блин, был смысл Ладно Теперь нам главное загнуть все вокруг пальца В начале ты не могла сказать? Аккуратно проводя указательным пальцем По поверхности шва Такое точно можно показывать? Ну ладно Так, мне нужен палец поменьше Есть у меня палец поменьше? Во, мизинец Ты подойдешь Не знаю, какой из вас использовать Влажная глина Смочим глину водой Не сходится шов ни хрена Как? Как ты это сделала? Как это склеить по-человечески? Глина какая-то не это Не хочет склеиваться сама с собой Я не уверен, что эту глину можно мочить Она разваливается от воды Так, ладно Будем представить, что залепляем пельмени Буду применять щипковую технику Соединение швов Отлично Палец застрял Отдай О Так, ну мне кажется Она должна быть шире У нее это все как-то получается Более элегантно Но успех Я уже даже не помню где шов Она как-то еще водила внутри по нему Но, допустим Это все ради искусства Тут внутри просто пошла трещина Просто так Не по шву А просто рядом А почему нет? Да какого хера ты трескаешься? Ты же глина Ну ладно Лучше уже не получится Насадка на лайк готова Что дальше? Аккуратно заглаживаем будущий хвостик Со всех сторон А с какой стороны этот хвостик? Форма нашей свистульки готова Ааа Получится Должна получиться утка Из этого Ну, на кое-какую утку у меня уже более-менее похоже Но нам нужна другая Ой, это выглядит очень сложно для меня Так, ну ладно Так, у моей птицы уже получилась клак Хотя я ее делать не собирался Ладно, пока я не сильно запаял Может разобрать это обратно? Блин, вот когда не надо Она и слиплась вообще намертво нафиг Так, спокуха, птица Не сдувайся Аа, ладно Сделаем заново Сейчас я на опыте сделаю Уже лучше со второй попытки В этот раз мой лайк более элегантен Надеюсь, ваш тоже Теперь мы это все заворачиваем И формируем хвост или клюв У меня не будет особо разницы Между хвостом и клювом Мне бы хоть как-нибудь Так, и главное не сформировать клоаку В этот раз Может у меня будет не птичка А, не знаю Вот это? Что это? Полупельмень, полупалец Или гребень какой-то Петушок, точно Петушков уже тоже делают А петушок и есть птичка, да? Ладно Ладно, птичка так птичка Этот петушок меня теперь преследует Что бы я не лепил Получается петушок Надо придумать фэнтези-мир К которому будут огромные петухи Боевые На которых можно будет ездить И будет петушиная кавалерия И что бы кто-нибудь сделал по этому игру Такую игру я ждал дживого года Так, что должно получиться-то? Голова и хвост Ну, это голова Так, ты будешь головой Похоже на голову? Отлично Так, прогиб спины И хвост И хвост она как-то там обмазывала водой Ну чем не птичка, а? Красота? Самое главное, чтобы линия от свистка Переходила в полую поверхность По вот такой гладкой дуге Что? Убилку кожи твердого состава Ты самое главное не могла сказать в начале? И я не понял, что это Линия свистка переходила по дуге Ну, вроде дуга Вроде все гладенько Ладно, будем считать, что это ничего не значит Теперь нужно проколоть свисток Вначале мы сделаем духовые отверстия Для прокола я использую дырокол Чтобы мне использовать вместо дырокола Пинцет из фикс прайса Так Здесь и здесь Может у меня получилось Так, ну воздух проходит, отлично Свисток нужно взять вот таким образом Чтобы свисток располагался сверху Я буду аккуратно вставлять стек вот таким образом Стек Теперь прижимаем пальцем Нам нужно, чтобы кончик нашего стека Примерно привился вот здесь И остатки глины Аккуратно срезая с помощью ножа Петь этот фокус Такой же, как с картошкой Что делать? Блин, хоть бы сказала, что должно быть так А то у меня тут какая-то жопа снизу Показывала какую-то дугу сбоку Почему тут дуга сбоку? Короче, такие видео надо смотреть, блин, сначала целиком А потом повторять Давайте Прости, птичка Не суждено тебе полетать Третья попытка Итак, друзья, уже наступил следующий день Дело в том, что вчера я решил воспользоваться тем советом Который она сказала Самый главный совет Когда уже половину сделала Что надо работать с мягкой, смоченной глиной И решил смочить глину Но смочил я ее слишком сильно Она, короче, у меня вся начала растекаться Не держать форму То есть работать стало невозможно И я решил отложить ее На ночь, чтобы она подсохла Ну, она подсохла Но все равно что-то не то И я решил Че я повторяю ее видео? Но не точно Никогда такого не было Все время же это следуем инструкциям И поэтому я пошел в магазин специальный Специализированный И прикупил там всяких разных штук МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, я купил глину цвета глины И большого объема Что уже придало мне уверенности Потом я купил так называемые стеки Как у нее я не нашел вот такого деревянного Купил вот такой металлический тонкий И действительно с ним удобнее Прикольная штука Потом я купил еще вот такой Для подформировки Плоский И купил нож Острый Для обработки всего этого дела Потому что, как я пытался Там канцелярским ножом Или чем-то еще таким Это очень неудобно Вот этим ножом удобно И знаете что? Вот что у меня получилось Ну ладно, что получилось Выглядит пока не очень Но смотрите Свистит! Не знаю, как должно быть Давайте послушаем, как у нее было Свист должен получиться четкий и чистый Не скажу, что у нее слишком четкий и чистый Но у меня, по крайней мере, такой же На птичку не очень похоже Похоже, я не знаю На желудочный мешок Но это не главное Главное сейчас ничего не испортить Мы сейчас положим это в духовку Запечем И посмотрим Закрепится ли наш результат Эту глину я ничем не смачивал Поэтому просушивать нам ее не надо Перед тем, как запекать Просто положим запечься Ну, можем что-нибудь вывести Тут интересное, красивое Нарисовать Сейчас попробуем Ну, во-первых Предлагаю сделать птице У нее нет лица Вместо лица у нее Какой-то конус Ну, будем считать, что эта птица Изблазфомилась Но сделаем ей Хребешок Ирокес, я бы так сказал Тем более, у меня немножко глины осталось После того, как я срезал снизу Это отверстие Я в итоге повторял, да Что она делала И сработала Ну, принцип основной Он понятен Типа Струя воздуха должна рассеиваться на две Рассекаться Из-за этого происходит свист Поэтому надо все четненько сделать Вот эта канавка внутри Там, где идет воздух Она должна проходить Внутри нижней стенки То есть Надо не просто дырку сделать А чтобы она по нижней стенке шла И тут только выходила наружу И тут наружу мы делаем Вот этот острый скос Где происходит свист Да, давайте налепим Шапку Нашей курицы Буду еще не сломать В последний момент Ну, главное, что я заснял Что она свистит, да Так Шапка есть И напишем что-нибудь сверху Раз у нас это Курица с ирокезом То давайте вместо руны Напишем Анархию нарисуем Анархический свисток Анархический петух Я бы сказал Так Функциональность сохранилась Сейчас чуть-чуть подровняем И пойдем Запекать Итак, друзья Запекание прошло Где-то полчаса выпекал Хотя на упаковке написано От пяти до тридцати минут Очень понятно Сразу после выпекания Оно все еще было немного Мягкое И, по-моему, даже сейчас Надо, чтобы до конца остыло Я, конечно, дал немного остыть Но, в общем, уже уверенно твердое Можно послушать О, чудо! Звук остался Но, знаете, я доволен Получилось И звучит, может, не очень приятно Но всегда можно записать И навалить красивых эффектов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok